Коллеги, новое интересное IT-решение входит в мир ритейла и рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Роман, я представляю компанию «Хороший выбор онлайн». Хороший выбор. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Наша компания решает, скажем так, рутинные процессы фуд-ритейла, ну, с точки зрения IT-технологий. А сюда приехали для того, чтобы понять, чем мы можем быть полезны производителям, дистрибьюторам, поставщикам прямым продукции. Да, расскажите, получается, вы занимаетесь бигдата, вы занимаетесь, чем полезна ваша работа именно, например, крупным ритейлерам? У нас есть на данный момент несколько кейсов. Вообще мы стараемся отталкиваться от боли партнера. То есть мы не предлагаем какое-то там супер готовое решение, коробку, да, хотя такие у нас тоже есть. Мы стараемся отталкиваться от боли партнера. То есть у нас есть кейсы по работе, ну, не знаю, сейчас самый популярный кейс – это внедрение e-coma, то есть доставка товаров из супермаркета в гипермаркетов. То есть мы ее делаем под ключ с учетом последней мили, то есть внедряем своих сборщиков, курьеров, полностью проработанный процесс с учетом экваринга, ну, абсолютно под ключ, да. То есть это такой последний запрос, на котором мы работаем, там, не знаю, последние полгода, да, и успешно его внедряем с очень хорошими показателями. Ну и, соответственно, различные внутренние процессы, да, то есть это работа с оттоком, очень такой популярный кейс у маркетинга. Это работа с мониторингом ценообразования конкурентов в регионе, очень популярный запрос у там отдела ценообразования, панель управления директора, ну, еще различный набор аналитических кейсов. Да, вот расскажите, пожалуйста, насколько я понял, IT-решения такого плана чаще всего не берутся не самыми крупными игроками рынка, но при этом при всем все равно за этим будущее, потому что аналитика и сбор данных, и реализация потом более покупателя в финале все-таки дает прибыль и меньше убытков. Вот получается, по факту, ваша компания, она за вменяемую стоимость повышает маржинальность и повышает, в принципе, качество работы? Ну, естественно, все наши проекты, да, назовем их так, они нацелены на повышение маржинальности, там, либо на повышение трафика, да, даже если оно происходит без увеличения среднего чека. Наверное, то, что мы делаем, да, можно сказать, не под силу региональному фут-ритейлу, да, потому что содержать свой отдел IT-разработок очень сложно и, самое главное, очень дорого. И федеральные торговые сети, такие как «Пятерочка», «Магнит» могут себе это позволить, делать решения годами и тратить на них, там, десятки и сотни миллионов рублей. Региональный ритейл ввиду своего размера, да, или ограниченного набора компетенций в IT не может себе этого позволить. То есть, по сути, мы предлагаем им решения федерального уровня, чтобы быть, там, не знаю, на одной ступеньке с магнитом с точки зрения аналитики, технологических решений, но при этом не вываливая сотни миллионов рублей, оставаться на одном уровне. И вы правильно сказали, да, за аналитикой будущее. Ну, это, наверное, если очень просто переложить, да, когда-то там Excel или та же 1С, для многих участников рынка было чем-то диким, да, и с переходов, там, с блокнота и калькулятора и счетов перейти на то время IT-процессы и Excel было сложно, да. Сейчас бигдата и автоматизированный маркетинг – это примерно вот этот следующий шаг, когда сначала говорят, что не-не-не, никто там лучше людей эти процессы не сделает. Нужен крутой маркетолог, крутой аналитик, и никогда машины не смогут выполнить эту работу. Ну, мы доказываем, что могут, и могут делать это, ну, наверное, качественнее людей, просто потому что в человеческий мозг физически не помещается столько информации. Да, и еще у компьютера нет семьи, нет первоклассника, который еще не подготовлен к школе, и нет дня рождения тещи, которой тоже обязательно нужно купить подарок, а все нужно делать во время отчетов и так далее. Все верно. И спать, и кушать им не нужно. И их можно оптимизировать очень узко, под любые задачи, да. То есть, ну, пытаемся автоматизировать рутинные процессы. Ничего сверхъестественного мы не придумали. Но те процессы, которые мы делаем сейчас, на практике показывают очень хорошую динамику с точки зрения роста маржинальности, среднего трафика, доверия клиентов, там, смещение товарной корзины в сторону партнера внутри региона. Такие интересные и большие кейсы мы сделали за последние три года. И, насколько я знаю, у нас на выставке у вас есть свой стенд, поэтому надеемся, что большое количество людей придет к вам на стенд, для того, чтобы узнать, насколько вы им можете быть полезны, и в итоге, в конечном итоге выиграют все стороны. Спасибо вам большое за вашу работу и пожелаем вам удачи. Вам тоже спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!